Многие знают, что такое фрукт манго, сладкий с кислинкой, но что такое Димаш манго с А на конце, давайте вместе разберемся в этом видео. О том, что первого в мире комикс Димаш манго появился в Японии узнали многие, Димаш написал об этом у себя в инстаграме, но что если мы в другой стране, но гложет любопытство, давайте вместе разберемся, что за манго? В самом начале я загуглил точное значение слова комикс и вот что пишут, это серия рисунков с текстом, при этом идет повествование юмористического или приключенческого характера. Позже увидел на официальном сайте артиста dimashnews.com, что публикация это была еще 24 мая, в том, что запускается новый проект Димаш манго, в скобках же, манго DRS, да, что скорее всего переводится как DR, с этим словом называют самых преданных поклонников артиста. Ну и вот я докопался до истины манго, это цикл произведений в жанре японских комиксов. Сюжет конкретно захватывает, он ведь с участием Димаш Кудайбергена. А вот предисловие первого выпуска, события в манго разворачиваются незадолго до концерта Димаша в Нью-Йорке, 10 декабря 2019 года. Главная героиня, девушка художник и ее друг собираются прилететь из Токио на этот концерт, то есть через целый океан. Я, кстати, напомню, на канале есть масса обзоров. Как раз я снимал и про концерт в Нью-Йорке Димашу и тоже рассказывал, что поклонники из разных стран мира, из разных концов Земли. Так вот, продолжаем. В сюжете предстоит разгадать тайну появления на свет загадочной цифровой картины и понять, как связаны с ней существа из параллельного мира. Димаш с его уникальными свойствами голоса придет нашим героям на помощь в опасной борьбе с врагами. Издать комиксы обещают в разных вариантах. Это печатные, электронные. Вот, как я вижу, на сайте можно заказать уже на семи разных языках. Да, вроде как планируется на восьми. Варианты покупки электронные издания, печатные, стандартные, печатные, плюс цифровое, также печатные издания, премиум. И его цена 47 долларов 99 центов. А вот самый дешевый вариант электронный. 8 долларов 99 центов. По мне, действительно, стоит купить, поддержать артиста Димаша Кудайбергена в такое непростое время. Я уверен, что деньги пойдут однозначно на развитие творчества. Значит, будут новые песни и новые клипы. К тому же, конечно, очень любопытно посмотреть, что же это за комикс. Судя по тому, что это первый выпуск, думаю, будет однозначно второй и третий целая серия комиксов с Димашем Кудайбергеном. Сообщается, что создавать произведение было непросто, это кропотливая работа. И вот, процитирую, группа мастеров трудилась над концептом персонажей, раскадровкой и самой объемной частью отрисовкой страниц. Вначале рисовали на бумаге, после чего обводили на графическом планшете и накладывали тон. От первых штрихов до финальной обработки страницу отделяли примерно 20 часов кропотливой работы. Картинки в стиле аниме и сюжет захватывают, а значит, должен быть и спрос. Давайте обязательно посмотрим, что же это за комиксы. Напишите, как вам такое новое творчество Димаша Кудайбергена, которое можно не только услышать, посмотреть, прочитать, но и поставить на полку. Обязательно подпишитесь на канал, нам важно быть вместе, чтобы не потеряться. И дальше будет, что вместе обсудить. Счастья, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи. Счастья, успехов.